Всем привет! Сегодня обзор китайского светодиодного ручного фонарика. Это фонарик-огонь модель H981P50. Последние циферки P50 говорят о том, что он сделан на светодиоде P50. Единственное, что сразу же можно оговориться, что все-таки это вряд ли стоит американский светодиод, оригинальный, так сказать. Скорее всего, это его какой-то китайский аналог, который по показателям светимости будет несколько хуже, чем оригинал. Но, тем не менее, это один из самых ярких фонарика вот в таком вот компактном сегменте. По поводу компактности можно сказать следующее. Длина корпуса 11,5 см. Вот оно. При максимально выдвинутой головной части, когда вы используете зум, ну, еще на 1 см длина корпуса увеличивается. Из особенностей фонарика можно отметить две особенности, которые здесь присутствуют. Это первое, это то, что он заряжается просто через разъемчик USB от любого USB блока питания. И вторая особенность, это то, что фонарик имеет у себя боковую панель. Кроме основного диода, таким образом, это фонарик с двумя источниками света. В комплект входит непосредственно сам фонарик. Вот этот вот ремешок на запястье, который, к слову сказать, очень коротенький, скорее ремешок на палец, чем на запястье. Ну, упаковочная коробка, все. Больше ничего здесь не присутствует. Кнопка включения. Вот если я включаю фонарик, она же является индикатором зарядки. Когда аккумулятор заряжается, кнопка включения горит красным светом. Когда аккумулятор заряжен, она будет зеленой. По поводу режимов работы. Вот сейчас это самый яркий свет. Сейчас вот. Мягкий свет. Режим мигания. Как вы видели, когда фонарик некоторое время погорит, вот этот зум, то, о чем я вам говорил, который меняет ширину светового пучка. Когда фонарик некоторое время погорит, то выключить его можно просто нажатием кнопки включения, не перещелкивая по всем режимам. Боковая коп-панель включается длительным удержанием кнопки включения. Ну, здесь тоже есть своя, как бы такая, оригинальная особенность. Не знаю уж, почему китайцы это все любят, но вот сейчас. Сейчас я включу боковую панель. Вот такой вот есть режим. Еще у него перемигиваются красные и синие светодиоды. Что можно еще отметить по поводу вот этих вот всех фонариков, которые у нас в обзорах, и этот не является исключением. Некоторые пытаются указывать максимальную, значит, светоотдачу. Это максимальный световой поток. Там говорят, что это тысяча люминов. Ну, вот эти вот не фирменные фонари, а, так сказать, нунеймовские китайские фонари, этот цвет такого плана световой поток могут выдать, ну, наверное, в течение там нескольких минут. Почему? Потому что все-таки диод начинает греться. Здесь нет никакого термодатчика, который бы отслеживал работу диода и в соответствии с этим менял там ток и так далее. Здесь просто после определенного нагрева диода срабатывает схема защиты, и ток уменьшается, соответственно, яркость фонарика неуклонно снижается. Таким образом, вот если вы включили фонарик, вот он вначале, он дает самый яркий-яркий свет, а потом с течением времени постепенно-постепенно яркость фонарика уменьшается. Причем это касается как режима основного, самого яркого, так и вот режима, который с мягким светом. Там пол свечения, вернее, половина яркости, бывает еще 30% яркости. То есть во всех этих режимах яркость все равно со временем не будет оставаться постоянной, она будет несколько снижаться. По поводу пользования, по поводу зарядки, по поводу времени работы. Что здесь можно сказать? Инструкция написана вот здесь вот на коробочке, но, судя по всему, эта коробка является такой, несколько универсальной для всех похожих фонариков, поскольку маркировка идет с помощью вот такого стикера, наклейки на коробку. Что здесь написано? Здесь написано, что полная зарядка аккумулятора достигается в течение 12 часов, и максимальное время зарядки не должно превышать 15 часов. То есть больше, чем 15 часов данный фонарь на зарядке держать не следует. И время работы фонаря, заявленное время работы фонаря составляет до 4 часов, время его свечения. Вот таким образом это все, что я хотел вам рассказать об этом маленьком и компактном фонарике, который можно использовать в таком... Ну, я бы сказал, что это для специального какого-то использования он вряд ли подойдет, а так для бытовых нужд, где-то что-то подсветить, найти дома там или на даче, он вполне подойдет. Компактное, хорошее устройство. Брызгозащищенный, корпус из алюминиевого сплава, противоударный, то есть такой приличный, очень довольно-таки бюджетный вариант фонарика светодиодного. На этом, пожалуй, и все. Жителей города Санкт-Петербург и его ближайших природов приглашаю посетить наш магазин. Находится на Ириновском проспекте, работает каждый день. И те устройства, которые вы видите в наших обзорах, они есть у нас в магазине. Пожалуйста, приходите, знакомьтесь воочию с тем или иным устройством, которое вам, допустим, понравилось при просмотре его вот такого небольшого обзора. Всех же остальных приглашаю подписываться на наш видеоканал, заходите к нам на сайт. До свидания, до новых встреч!